Сына Божьего Иисуса Христа Но, к великому сожалению, многие верующие люди, имея доступ ко всему этому откровению, не так много, не так глубоко, не так настойчиво пользуются всеми этими ресурсами. Поэтому сегодня я хочу немножко об этом сказать. И потом после собрания, вернее, после проповеди, у нас будет возможность поговорить об этом немножечко больше. Я приглашу сюда Венимина Викторовича, Виталия Всеволодовича, и мы немножко поговорим, и мы будем готовы ответить на ваши вопросы относительно того, как же практически познавать Бога в нашей жизни. В книге Прока Даниила есть один очень интересный стих, 32 стих. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях, 32 стих. Здесь написано следующее. Но люди, в русской Библии написано, чтущие своего Бога усилятся и будут действовать. В оригинале там стоит еврейское слово «яда», и это слово означает «знать». Элемент почтения, конечно же, очень важный элемент, который, я думаю, переводчики на русский язык постарались подчеркнуть, но этот элемент, он имеет второстепенное значение. Главное значение слова «яда» – это «знать». То есть Даниил пишет, пророчески говоря о будущем, он говорит о том, что вот из всех разных людей будут люди, которые знают своего Бога. Эти люди, они усилятся и будут действовать. Если вы читаете английский вариант какой-нибудь, то, скорее всего, там написано «stand firm», «they will stand firm». К сожалению, у нас здесь нет на этой стороне английского текста, но в английском в большинстве переводах написано «will stand firm», то есть они будут стоять прочно, «and will act», то есть будут действовать. Вот очень интересный стих, но этот стих, он имеет свое особенное значение, когда мы посмотрим на него в контексте всего, всей книги. Дело в том, что этот стих, он подчеркивает то, что Даниил под руководством Святого Духа развивает на протяжении всей книги. На протяжении всей книги он представляет нам несколько уроков познания Бога, и он показывает их в двух проекциях. Во-первых, он говорит здесь о реальности величия Бога через ряд примеров, и потом немножечко параллельно, мы глянем на это очень кратко, он говорит о практике познания Бога, как это практически получается. Давайте мы посмотрим с первой главы. Откройте первую главу и пойдем вот по порядку. Первая, вторая, третья. Как я уже сказал, мы очень кратко. Смотрите, в самом начале первые два стиха этой книги, первой главы, они говорят о том, что Бог контролирует империи. В третий год царствования Якима, царя Иудейского, пришел Новохадоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. То есть обычные геополитические войны, процессы, которые происходят, они всегда происходили и в то время тоже происходили. Вот одна нация нападает на другую, в данном случае Новохадоносор, пытается захватить Иерусалим, осадил его. И посмотрите, следующее слово во втором стихе. «И предал Господь в руку Иерусалим». То есть Даниил подчеркивает, что во всех этих политических процессах, геополитических процессах, во всех этих войнах, во всех, казалось бы, глобальных, мировых событиях истории, во всем этом есть Божья рука. И предал Господь в руку его и Акима, царя иудейского. И смотрите, не только царя, и часть сосудов Дома Божьего. И отправил их в землю Синаар, в Дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога свою. Дальше он говорит о судьбе четырех юношей, если вы помните, четыре юноши, Даниил, Сидрах, Месах и Эрдинага. Говорит об их судьбе, о том, что они попали в плен, они находились там в этом отряде мудрецов. И здесь в 17 стихе говорится, «И даровал Бог четырем отракам знания». То есть, заметьте, вот с одной стороны Бог контролирует огромные процессы, которые происходят, стратегические процессы во всей истории Земли, и с другой стороны вот эти четыре простых человека. То есть он как бы берет от макроуровня, спускается зумс-ин, то есть спускается на микроуровень, и берет четыре человека и говорит, вот эти четыре человека, они тоже находятся под Божьим руководством. Далее вторая глава, история о таинственном сне Новоходоносора. Помните, этот сон никто не мог рассказать, он его не помнил, никто не мог рассказать, что это за сон. И вот когда Даниил по молитве получил откровение от Господа, слушайте, что он говорит. Вторая глава, 27 стих. Он приходит к царю и говорит следующее. Отвечал Даниил царю и сказал, тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть цари, ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Вот заметьте, как здесь представляется Бог. Он над всем. Вообще книга пророка Даниила очень интересная, потому что она говорит о Данииле, как главном герое, который как бы пронизывает историю. За время книги, вернее, за время, описанное в этой книге, сменяются четыре царства. То есть четыре империи сменяют одна другую, а Даниил как бы пронизывает все эти империи. Он единственный, стабилен. Все остальное нестабильно. Все остальное поднимается, падает, эти цари друг друга смещают, они сегодня на высоте, завтра они убиты, никто совершенно. Вот, а Даниил показан, люди, знающие своего Бога. They stand firm. Они стоят прочно. То есть здесь показана практическая значимость знания Бога. И показано, как я уже сказал, многогранно. Далее здесь же Даниил объясняет, вернее, обращаясь к Новохадоносу, он подчеркивает 37 стих, посмотрите. Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных, птиц небесных, отдал он в руки твои, поставил тебе владыкою над всеми. То есть он опять подчеркивает, да, Новохадоносов здесь правитель главный, но Даниил подчеркивает, нет, нет, Бог Небесный здесь главный. В 44 стих этой же главы продолжение объяснения значения вот этой гигантской статуи. Помните, это гигантская статуя с золотой головой, серебряная, там у него грудь и дальше все это бронзовое. То есть объяснение этой статуи, и вот в конце он говорит 44 стих. И во дни тех царств, он объясняет, какая часть этой статуи что означает, какое царство, и во дни тех царств, Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет предано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Вот посмотри, какая уверенность у этого юноши. Даниил юноша. На данном этапе ему, ну, 18, ну, 19 лет, может быть. То есть он очень молодой человек, но он знает Бога, он знает, что происходит здесь во Вселенной. Навуходоносор стоит на пике власти. Он управляет всем. Но Даниил абсолютно безбоязненно. Он говорит не дерзко, с уважением, но он говорит так, что всем понятно, кто же управляет Вселенной. Навуходоносор не понимает этого до конца. И, кстати, первые несколько главы – это история о том, как трудно доходит людям то, что Бог управляет всем. Не понимает этого до конца и продолжает думать о себе, как о верховном властелине. То есть он вроде бы соглашается с тем, что говорит Даниил, но, как я уже сказал, до конца это до него не доходит. И в третьей главе мы видим историю с золотым истуканом. История с золотым истуканом, показывает, что тогда, когда все должны были ему поклониться, три человека – Сидрах, Месах и Авдинага, эти друзья Даниила, они отказываются это сделать. И он, обращаясь к ним, задает следующий вопрос. Третья глава, 14 стих. Навуходоносор сказал, «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите? Золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирелицы, трецевницы, гусли, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленной огнем, и тогда какой бог избавит вас от руки моей? Вот, заметьте, во второй главе ему был преподан урок о том, какой бог. Тот бог, который властелин всего и который поставит однажды царство, которое вовеки не разрушится. Но и Навуходоносор соглашается с тем, он ясно понимает, что Даниилу бог открыл. Никто не мог этого вспомнить. Никто не знал его сна. И вот Даниилу бог открывает, и он вспоминает. Это точно то. Но заметьте, даже когда явное божие откровение до человека трудно доходит, и он говорит, какой бог избавит вас. Он верит в свою силу больше, чем в силу Божию. 16 стих. И отвечали Сидрак Мессаха и Авдинага и сказали старю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас. То есть, заметьте, вот это люди, знающие Бога. Навуходоносор слышит о Боге, но не знает его. Ему даже представляются очевидные, явные доказательства об этом Боге. Почему? Потому что сон Даниил разгадал, или он рассказал то, что никто не знал. Очевидные доказательства. Он знает о Боге, но он не знает Бога. В отличие от этих четырех парней, которые знают Бога лично. Что они говорят дальше? Если же от руки твоей царь избавит, если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы Богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которую ты поставил, не поклонимся. Заметьте, знание Бога у этих трех юношей, оно больше, чем только то, что называется Евангелие благополучия сегодня, prosperity gospel. То есть, только когда Господь избавляет нас от печи огненной, тогда мы признаем Его. Нет, они понимают, что Бог силен избавить, но они очень хорошо знают, даже если не избавит, Он все равно остается Богом. Они знают Его очень хорошо, в отличие от Навходоносора. В результате этого знания и верности Навходоносор узнает Бога ближе, он продвигается на еще один шаг. Посмотрите 28 стих, это же 3 главы. Тогда Навходоносор сказал, «Благословен Бог Сидраха, Мисаха и Авдинага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушали царского повеления, и придали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Мисаха и Авдинага, был изрублен в куски, а дом его обращен в развалины. Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Заметьте, Он еще сильнее исповедует, Он не только признает Бога, Он даже говорит, кто будет служить другому Богу, кроме этого Бога, того мы накажем, и накажем очень сильно. 30 стих. «Тогда возвысил царь, Сидраха, Мисаха и Авдинага, в стране Вавилонской, Навходоносор, царь всем народам, племенам, языкам, живущим знамения и чудеса, какие совершил надо мной Всевышний, угодно мне возвестить вам, как велики знамения его, и как могущественные чудеса его, царство его, царство вечное, и владычество его в роды и роды». Заметьте, казалось бы, Навуходоносор еще один большой шаг сделал в познании Бога. Он увидел еще одно, ну явное чудо. Бросили в печь этих троих парней, а они выжили. Они абсолютно неопаленными вышли оттуда. Ну, следующая глава говорит нам о том, что, оказывается, и это еще не решило всех проблем. В следующей главе, помните, «Видение большого дерева», 4 глава, это дерево было срублено, и там остался корень, и Навуходоносор ничего не понимал, и потом опять, он уже знает, у кого спрашивать. Данил приходит, и Данил объясняет ему, слушайте, что он говорит, 4 глава, 14 ст. «По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено». Заметьте, Навуходоносор, здесь царь, который всех отправляет куда надо, он всеми контролирует, а ему приходит пленный пророк и говорит, «Оказывается, есть приговор святых, а тебе царь». И по приговору святых назначено. И дальше что назначено? «Чтобы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Заметьте, опять, снова и снова, это очень яркий пример, как не доходит до человека. Некоторые люди говорят, «Ну, если бы Бог чудо сотворил, если бы Бог вот сейчас что-то явился и что-то сделал, вот тогда бы точно вот этому человеку ряд целых чудес». Вот смотрите, даже после этого сна, даже после того, когда Данил специально ему говорил, «Смотри, царь!» Он уже может ему говорить более строго, предупреждая, «Смотри, покайся, смотри, исправь свои пути». Там конкретно он говорит ему об этом. 26 стих. «Вот значение этого сна, и вот определение Всевышнего, которое постигнет Господина моего Царя. Тебя отлучат от людей, обитание твое будет с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вола, росой небесной». Это не диета, друзья, это другое. Росой небесной ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобой. Да коли познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кого хочет». То есть он опять бьет в одну точку. Да коли ты поймешь, когда ты познаешь власть небесную. Интересно. Опять-таки, год проходит, но, как обычно, знаете, напугался Нухадоносор. Но прошло немножко время, расслабился. По прошествии 12 месяцев, рассказывая по царским престолам в Вавилоне, цар говорит, «Это не величественный Вавилон, который построил я, дом царства, силой моего могущества и в славу моего величия». Вот много раз уже увидел Божие действия, соприкоснулся, а вот свое собственное я не может изменить. Вот это процесс, как человек очень близко к Богу, но не знает Бога. Слушайте, что дальше. Еще речь себе была в устах царя, как был голос с неба. Тебе говорят, царь Набухадоносор, царство отошло от тебя и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вала, и семь времен пройдут над тобой, «Доколи познаешь». Заметьте, снова и снова повторяется то же самое. «Доколи познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Заметьте, вот это сокрушение Господь добивается у этого царя. По прошествии определенного времени Набухадоносор, пройдя путь смирения, пришел к лучшему пониманию реальности Бога. Мы не знаем, бедаки, чем он закончил. Не написано об этом, и это не является целью. Данил показывает нам вот этот контраст между людьми, знающими Бога и людьми, которые не знают Его. 31 стих. «По окончании же дней тех я, Набухадоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, то есть того, кто существует вечно, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды». Вот сейчас дошло. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Об этом же он говорит и в следующей истории. Пятая глава, история с рукой, которая на стенке пишет. Помните, да? И вот когда царь пришел в ужас, когда вдруг они здесь гуляют, пир у них, и вдруг появляется рука, пишет на каком-то неизвестном языке, он понимает, понимает, что что-то здесь неладное, вызывает Даниила, находит Даниила. И Даниил рассказывает ему историю гордыни и смирения его отца. Что Даниил делает? Даниил снова возвращается к той же самой точке. 22 стих. «И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твое, хотя знал все это». Заметьте, опять-таки, человек был близко к Богу, он видел, что Бог делает, он хорошо знал, что с отцом произошло. Очень хорошо знал. «Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи, и твои жены, и твои наложницы, твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных, и золотых, медных, железных, деревянных, и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, у которого все пути твои ты не прославил». В эту же ночь Валтасар был убит, и царство его перешло в руки Дарьи Медянина. Дарий, в свою очередь, тоже получает урок, заметьте, Науходоносор, теперь Валтасар, теперь Дарий. Он тоже получает историю о Божьем владычестве, но здесь уже через львиный ров. Помните эту историю с запретом молиться, и потом Даниила бросают в львиный ров, и заканчивается эта история следующим, 19 стих. По утру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному, и пройдя к рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизбежно слушаешь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю, «Царь, во веки живи, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам». Дальше он объясняет, «И поднят был Даниила, изрывая, потому что он веровал в Бога своего». Опять контраст между двумя типами людей. Один человек знает Бога, другой человек видит то, что Бог делает. И даже понимает, что это Бог Даниила, Бог, которому ты служишь, говорит. После этого царь дает указ, 25 стих. «Дарий написал всем народам, племенам, языкам, мир вам да умножится, мной дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и вечно сущий, и царство несокрушимое, и владычество его бесконечно». Итак, это пятая глава, вернее, шестая глава. После этого седьмая глава «Видение зверей». И в них тоже показано, что Бог управляет царствами. И вот в этой главе есть очень интересная часть. Это «Ветхи днями» и «Сын человеческий». Я прочитаю здесь несколько элементов, которые играют большую роль вот в этой цели, которую мы преследуем. Девятости. «Видел я, наконец, что поставили, были престолы». Он рассказывает о царстве, которое сменяет одно другое. «И воссел ветхи днями». «Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему. Тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги». То есть, заметьте, в начале главы сказано о царствах здесь земных. Там четыре разных животных, звери, которые символизируют царство. И вот над всем этим судья ветхи днями. Очевидно, речь идет о Боге. В русской Библии с большой буквы это выражено ветхи днями. В 12 стих. «И у прочих зверей отнята власть, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий и дошел до ветхого днями». Помните, как Иисус Христос называл себя? Иисус называет себя Сын Человеческий. И каждый раз, когда Иисус называет, это ссылка на Даниила, ссылка на пророчество Даниила. И посмотрите, он говорит, каким образом власть Иисус имеет здесь. «И подведен был к Нему, и дана Ему, Иисусу, власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Помните это царство, о котором сказано во 2 главе? Когда все царства будут сокрушены, и царство Иисуса Христа будет вечным. Дальше, 8 глава, это «Видение овна и козла». Тоже речь идет о том, что Бог контролирует земные царства. 9 глава, молитва Данила об Израиле, Божий ответ, то, что у Бога есть план для своего народа. 10 глава, явление Сына Божьего. 11 глава, еще одно описание Божьего владычества над царствами земли. И вот здесь он делает основной вывод. Он приходит к этой точке. 11 глава, 32 стих. «Но люди, знающие своего Бога, усилятся и будут действовать». Друзья, в жизни каждого из нас есть много всяких разных факторов. Много стремлений, много целей, много разных идей, много ценностей, которых мы достигаем. Но вот эта книга, эта история, которая представлена перед нашими глазами, она показывает, что только одно имеет смысл. Насколько каждый из нас знает Бога. Вот здесь Даниил, его четыре друга, они проходят через всю эту историю, и они проходят стабильные, они связь имеют с ветхим днями, который контролирует все царства. Все остальное очень шатко. Об этом же говорят другие пророки. Пророк Иеремии, 9 глава, мы читаем, 23 стих. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатой богатством своим, но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, и дальше смотрите, ибо только это благоугодно мне говорит Господь». Я хочу задать вопрос сегодня вам, друзья, насколько вы знаете Бога? Насколько вы можете хвалиться тем, что вы разумеете и знаете Его? Это самое большое, что может быть в нашей жизни. Это самое большое, что может быть в этом предстоящем 2019 году. У каждого из нас есть свои цели, есть свои резолюции, какие-то обещания. И если вы формально не даете каких-то обещаний, все равно есть что-то, для чего мы живем. Есть что-то, что нас увлекает. И вот здесь Иеремия объясняет, он нам подчеркивает то же самое, что Даниил объяснил исторически, показывает. Он говорит, «Только это благоугодно мне, говорит Господь». Потому что только это имеет смысл. Я очень кратко посмотрю еще вместе с вами на практические уроки познания Бога, которые есть здесь в этой книге. Практика познания Бога. Это вторая линия, которая проходит по этой книге очень кратно. Начинается все с посвящения Богу. Посмотрите опять, откройте вторую главу. Назад вернемся. Вторая глава Даниила. Посмотрите во второй, вернее, первая глава. Посвящение Богу. И вот здесь вот эти четыре человека, Даниила и его три друга. Посмотрите, восьмой стих написано, «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь». И потом просил начальника Евнуха о том, чтобы не оскверняться им. То есть, когда мы говорим о познании Бога, познание Бога просто так само по себе не придет. Вот даже тогда, когда на выхода носора Бог явно показывает самого себя и свои действия, оно не приходит. Познание Бога нужно захотеть. Помните, «Деяние апостола» 17 глава написано о том, что «от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». И дальше сказано для чего? «Чтобы они искали Бога». Вот здесь у Даниила Даниил положил в сердце своем. Вот почему мы призываем сегодня, в начале этого года, друзья мои, положить и в сердце свое. По-другому не получится. Если вы думаете так, ну вот сейчас мы все вместе здесь сделаем проект такой года, кампанию года, мы все будем познавать Бога. Будут познавать те, кто положит в сердце свое. Те, кто определится, потому что само по себе это не приходит. Второе, что мы видим здесь, это доверие Богу в трудностях. У нас у всех, дорогие мои, есть много трудностей. У всех разные. у вас свои, у других людей свои, у каждого человека есть свой комплект трудностей. Мы говорили об этом уже много, о том, что Господь просчитывает это, Он определяет это. Самое главное, что мы делаем в этих трудностях. Посмотрите, попал Даниил и его три друга в первую трудность. Первая трудность, она была ни много, ни мало, она им жизни угрожала. Когда Навуходоносор увидел сон, забыл его, спросил своих мудрецов, расскажите мне сон, который я видел, который я не помню. И всем не решаются сказать, потому что а ну-ка скажи сейчас что-нибудь, а он вдруг скажет, а нет, это не тот сон. Голова с плеч сразу. Ждал, ждал, бедный царь, в конце концов, он говорит, знаете что, я, наверное, у всех хвост голову с плеч сниму. Раз вы даром хлеб едите, если вы не можете мне ответить на этот вопрос, вы даром хлеб едите, я всю эту гвардию уничтожу. Вот, и Даниил и его три друга, они же относятся к этой тоже группе. И помните, что Даниил призывает своих друзей, и слушайте, что он говорит в 16 стихе. Даниил вошел и упросил царя дать ему время. И он представит царю толкование сла. И смотри, что он делает дальше. Даниил пришел в домство и рассказал дело Анане, Месаилу и Азаре и товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного. Это жизнь верующих людей. Когда мы говорим о том, что знающие Бога усилятся, речь не идет о том, что они свободны будут от бед. Речь идет о том, что знающие Бога, они не познают его больше, когда они в конкретной угрозе бегут к нему. Чтобы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. 19 стих. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. Даниил благословил Бога Небесного. Заметьте, вот этот интеракшн, это взаимодействие между Даниилом и Богом. И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и века, и у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, не излагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым, разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Заметьте, он понимает свою полную зависимость в Господу. Итак, первое, первый шаг практики познания Бога, это посвящение себя Богу, второе, это доверие Богу в трудностях, третье, смирение. Тридцатый стих, когда он начинает говорить с царем, он говорит, а мне тайна эта открыта не потому, что я был мудрее всех живущих. Вот здесь бы прийти, заработать себе несколько очков, рисануться перед царем и сказать, ну что, царь, знаешь что, нам-то вообще евреям Господь, мы с ним знакомы. И мы, пожалуйста, надо, обращайся. Нет, он приходит ясно и он подчеркивает свою незначительность. Он говорит, мне тайна эта открыта не потому, что я был мудрее всех живущих. Он говорит, у Бога просто план есть сейчас. И он хочет царю открыть разумение, чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Друзья мои, без смирения познание Господа невозможно. Пока мы не увидим и не познаем то, что мы в действительности, или так скажем, наше познание Бога будет прямо пропорционально тому, насколько мы будем познавать свою незначительность, признавать ее по-настоящему. Четвертое. Признание Божьей суверенной власти. Мы уже говорили об этом примере в третьей главе. Это три юноши в раскаленной печи. И они говорят, Бог наш, которому мы служим, силен, спасти нас от печи раскаленной огнем, и от твоей руки царь избавит. Если же не будет этого, тогда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и стукану золотому не поклонимся, которого ты поставил, не поклонимся. Заметьте, вот это полное доверие Богу. Я доверяю Богу, независимо от того, какой он результат определит. Это познание Бога. Без этого Бога невозможно познать. Пятое. Практика общения с Богом в молитве. Мы уже говорили о молитве Даниила и его друзей во второй главе. Когда внешние обстоятельства напрягаются, то Даниил просит друзей, они молятся Господа. Шестая глава Даниила. Помните эту историю с львиным рвом? Десятый стих. Даниил уже узнал, что был подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Друзья мои, это не просто так, вот вы собираетесь на работу, опаздываете, проспали и думаете, я в машине помолюсь. Вот Даниил мог бы тоже вот так помолиться тогда, когда он там за своим столом сидит и пишет что-то в этих канцелярии царской. Это не подходит для Даниила. Не подходит. Ему нужно сконцентрированное время и место. Почему это важно? Потому что он понимает, что он разговаривает с Богом. У вас был опыт, когда кто-то с вами разговаривает, вот вы вроде бы разговариваете, он разговаривает с вами и сейчас раз, а вот здесь ребенок побежал, а вот здесь кто-то там еще, а вот здесь позвонили, а вот здесь... И ты стоишь, смотришь на этого человека и ты не понимаешь, он с тобой разговаривает или... Явно понятно, явно, что он тебя не уважает. Во всяком случае, не до такой степени, чтобы уделить тебе основное внимание. Вот так мы разговариваем с Богом. Господи, благослови... Ох, какая машина интересная! Ох! Да, прости, Господи! Да, смотри, как быстро едут! Вот обрывки где-то вот... Вот это наше молитвное наше... К сожалению, вот такое же и знание Бога. Обрывчатое, как решето, дырявое. Для Даниила было очень важно. Три раза в день в определенном месте открывает окна, молится Иерусалим. Девятая глава представляет нам суть этой молитвы. Я прочитаю сейчас выборочно некоторые стихи, начиная с третьего стиха. Обратил я лицо мою Господу Богу с молитвой, молением в посте и в речище и пепле. Чтобы иметь отношение с Богом, нужно серьезное внимание к этому. И молился я Господу Богу моему и исповедовался и сказал, молю тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий заветы, милость, любящим тебя и соблюдающим повеления Твои. Заметьте, он созерцает Бога. В пятом стихе он исповедует, согрешили мы, поступали беззаконно. Седьмой стих, у тебя, Господи, правда, у нас на лицах стыд. Восьмой стих, Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших. Девятый стих, а у Господа Бога нашего милосердия. То есть, заметьте, как много он говорит в общении с Богом, говорит, видит Бога, видит себя, опять видит Бога, опять оценивает себя. Одиннадцатый стих. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать глаза Твоего. Зато излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед ним. И он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, которое не бывало под небесами, и которое совершилось над Иерусалимом. И дальше тринадцатый стих. Как написано в законе Моисея, вам так и постигло нас. Пятнадцатый стих. И ныне, Господи Боже наш, избедший народ Твоей земли египетской рукой и сильной согрешили мы, поступали нечестиво. Заметьте, он снова и снова возвращается к этому. Семнадцатый стих. И ныне услышь, Господи Боже наш, молитва раба Твоего и моления Его. Почитайте внимательно эту главу и посмотрите, как молятся люди, как молятся те, кто знает Бога. Заканчивает он в девятнадцатом стихе, говорит, Господи услыши, Господи прости, Господи внемли и соверши, неумедли, ради Тебя самого, Боже мой. Итак, пятая практика общения с Богом, да, пятая, это практика общения с Богом в молитве, это то, что позволяет нам открывать Бога. шестое, это изучение Писания. Изучение Писания, девятая глава, я специально не прочитал сразу первые два стиха. Там написано, что причина, почему стал Даниил молиться, заключается в том, что он изучал Писание, он изучал книгу пророка Иеремии. Первый год Дария, царя Асуирова из рода Мидийского, который поставлен, был царем над царством Халдейским. В первый год царствование Его. Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господника Иеремии, о том, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. То есть, Даниил очень хорошо изучал Божие Слово, вот почему он знал Бога. Знание Бога прямо пропорционально тому, сколько мы исследуем Писание. И последнее, седьмое, это свидетельство о Господе Язычниках. Мы видим вот эти семь шагов практики познания Бога, которые видны здесь в жизни Данила и его друзей. Это посвящение себя Богу, это доверие Богу в трудностях, это смирение, признание Божьей суверенной власти, это практика общения с Богом в молитве, это изучение Писания, свидетельство о Господе Язычниках. Помните, как он обличает Навуходоносора? Он не боится, он говорит, Бог так сказал. Или Валтасара. Давайте еще раз посмотрим. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце свое, хотя знал все это. 24 стих. За это и послана от него кисть руки, и написано это Писание, и вот что начертано. Мени пени текел упарсин, вот и значение слова его. Мени исчислил Бог царство твое, положил конец ему, два раза это повторяется, текел, ты взвешен на весах и найден очень легким, перес разделено, царство твое и дано медианам и персам. Друзья, прийти вот с таким месседжем, с таким сообщением к царю, нужно иметь мужество. Он говорит этому человеку, вот Бог сказал о тебе. то есть, когда мы говорим о том, что мы познаем Бога, познание Бога это не что-то, что только в церкви, это то, что наполняет нас и мы везде люди, которые знающие Бога. Вот о чем сказано, люди, знающие своего Бога, усилятся и будут действовать. Последнее, важность познания Бога в наши дни. Дело в том, что в Новом Завете сказано о том, что будут многие люди, которым будет казаться, что они знают Бога, но они не знают Его. Титул 1,16 Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются от Него. Как на выходоносах, знал он Бога? Да, он даже указы давал, чтобы Ему только поклоняться. Но вот познания Бога личного глубокого не было в Нем. 1 Коринфянам 15-й 34-й «Отрезвитесь и не грешите, я бы к суду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Обращается опять-таки к церкви. Дальше несколько примеров того, как Новый Завет фокусируется на важности познания Бога. 1 глава Колоссяна, 9 стих. «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Заметьте, молитва о новых верующих, главная ее цель, чтобы они росли в познании Бога. Это же мы видим в послании моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. 2 Петра, 1 глава, 2 стих. «Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисус, Господа нашего, как от божественной силы ударовано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». A.W. Tozer очень много говорил о Боге, о познании Бога. У него есть одна очень сильная фраза. Он говорит, «То, что я верю в Боге, самая важная характеристика моей личности». Или по-английски, «What I believe about God is the most important thing about me». То, что вы верите в Боге, самая главная характеристика того, кто вы есть. Мы помолимся сейчас и после того, как я уже сказал, минут 15 мы возьмем для того, чтобы ответить на вопросы. Если есть практические вопросы о том, как вот нам начиная этот год познавать его, как сделать это нашей регулярной практикой. Давайте мы встанем и помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты даешь нам эту возможность соприкоснуться с этой очень важной истинной, истинной познания Тебя. Господи, мы понимаем, что это важно и просим Тебя, научи нас это. Помоги, Господи, чтобы это стало реальностью жизни каждого из нас в этом наступившем году. Помоги, чтобы это приблизило нас к Тебе. Помоги, чтобы все обстоятельства, которые есть, они позволили нам искать Тебя, позволили возрастать в доверии Тебе, чтобы Ты открывался нам в этих практических обстоятельствах. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Продолжение следует...